Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Подмосковья. Я хотела бы рассказать свою историю знакомства с Валентиной и с ее приютом Охматая душа. Вот эта маленькая собачка, которую зовут Кнопа, а дома мы зовем Кутя, недавно появилась у нас как раз из приюта. Мы привезли ее три недели назад, было в субботу, было 20 октя. И вот эта Кутя теперь новый член нашей достаточно немаленькой семьи. И все-таки вернусь к тому, что для меня значит Валентина и ее лохматая душа. Человека с такой огромной душой, с такой самоотдачей, с такой жертвенностью я, наверное, по жизни по своей не встречала. Я хочу сказать, дорогие товарищи, дорогие люди, граждане, услышьте меня сейчас. Вот, видите, собачку маленькую, услышьте девочку-кнопочку. Пожалуйста, будьте с группой помощи, поддержки приюта Лохматая душа. Будьте с Валентиной, помогайте, не бойтесь помогать, не бойтесь брать в дом животных, потому что у меня еще есть одна собака, которую мы взяли у Валентины. Сейчас она уже отдыхает, потому что время полдвенадцатого, никак мы не можем ее пригласить на видеоконференцию, на видеосъемку. Еще кот у нас один есть, тоже отдыхает, он старенький, ему семнадцать лет. Поэтому я призываю всех, не бойтесь брать в дом живых лохматиков. Они нашу жизнь наполняют таким смыслом. Начинаешь понимать, насколько важно помогать живым, беспомощным, никому не нужным, маленьким дворняжечкам. Вот дворняжечка сладенькая, безхвостенькая, хвост в нее кто-то откусил. Поэтому я всех призываю, будьте с нами, будьте с Валентиной, будьте с Лохматой душой. Спасибо всем. Что хочется сказать? Что такое лохматая душа в моей жизни? Это желание просто помогать, волонтерить. Хотя это у нас не принято в нашей жизни бескорыстно. Когда видишь такие тушистые комочки, которые хочется пригреть, сделать для них будочки, по крайней мере, хоть как-то их облегчить их жизнь. Понимаешь, что это действительно важно, нужно. И это необходимо делать, и я это буду делать. Помогать по мере возможности и руками, и ногами приехать сюда, и деньгами. Так что помогайте, приезжайте. Такие чудеса, чудные ребятишки вас ждут здесь. Они хотят очень ласки жизни. Настоящие живые существа с сознанием. Они просто животные, у них есть душа. Это уже доказано. Неоспоримо. Здравствуйте. Меня зовут Инна. Живаю в Подмосковье. Про Валентину Силичу, приют «Лохматая душа» я узнала год назад. Но познакомиться лично с Валентиной Анатольевной и приезжать в приют не удалось недавно. Я рада, что познакомилась с этой удивительной женщиной. Человек она умный, сильный, адекватный и очень организованный. С огромным добрым сердцем, переживающий всей душой за бездомных животных. Но не на словах, а доказывающий свою искреннюю любовь делами и ежедневным трудом. Для меня Валентина Анатольевна как капитан в океане равнодушия. Большинство своим людям проходят мимо и стыдливо отводят взгляд от умирающих, потерявшихся, больных, выкинутых животных. И в лучшем случае кинут сосиску и не ударят. Валентина Анатольевна никогда не пройдет равнодушно мимо таких животных. Для всех своих питомцев она родная любящая мама. Когда-то каждому из них она протянула свою руку и сердце, не дав погибнуть. Любить животных, не быть равнодушным, спасать, кормить не стыдно. Стыдно проходить мимо. Присоединяйтесь к друзьям лохматой души, становитесь волонтерами. Мы рады любой вашей помощи, любому доброму участию. Животные очень счастливы, когда мы приезжаем к ним, кормим вкусняшками, играем, гуляем. И задаешься вопросом, еще непонятно, кому больше это общение нужно. Им или нам, людям. Лохматой души я от всего сердца желаю процветания. У Валентины Анатольевны долгих лет жизни и здоровья. И главное, чтобы каждый бездомыш обрел свою семью. Любящих, заботливых хозяев. Добрый день, дорогие друзья. Хочу вам рассказать о лохматой душе Валентины Силич. Приют ее благотворительный. Благотворительный почему? Потому что государственные приюты, раскрою вам секрет, в основном, не все, но в основном, занимаются тем, что ловят и убивают животных, а деньги, которые выделяются администрацией, делятся между собой. У Валентины другой подход. Для нее все ее лохматые души, это ее дети, которых она лечит, выхаживает и распределяет по домам, за которыми тоже потом все-таки наблюдает, связывается с хозяевами. Хозяева звонят ей и все. Короче, приют существует на ваши с вами деньги. На наши с вами, точнее, деньги. И это очень важно. Поэтому убедительная просьба подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Это очень важно для нас. Это единственная помощь. Да, и, конечно, если вы можете, хотя бы по 100 рублей каждый, который меня видит и слышит, хотя бы присылать на счет приюта. А еще лучше подключить автоплодежь в Сбербанке и уже забыть о том, что вы помогаете, а просто будете помогать. Кто какую сумму может. Я, например, подключила 4 раза в месяц, потому что я знаю, что они хотят есть и помочь им некому. Ну, много есть чего сказать, в принципе. Вот все из головы вылетело. Да, еще что хотела сказать. Вы, пожалуйста, не думайте, что вы смотрите кино. Это жизнь приюта. То есть это снимается каждый день, то, что происходит в приюте, а из этого кусками нарезаются какие-то кадры и делается ролик, чтобы вы тоже видели. Это все действительно происходит в приюте. Вот на это тоже, пожалуйста, обратите внимание. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Спасибо вам, мои хорошие. Доброго вам здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok